Всем привет! Я Никита Швыряев, руководитель команды разработки Frontend VK Mini Apps. Вы уже создали несколько страниц, пришло время оживить наши приложения и связать их между собой. На этом уроке мы разберем, как можно организовать навигацию в приложении с помощью библиотеки VK Mini Apps Роутер, как подключить и настроить маршрутизацию, как выполнять переходы и передавать параметры. Почему для мини-приложений на VK UI нужен особый роутер? В основном для поддержки анимаций переходов и структуры приложения в целом. В VK Mini Apps Роутер учтены особенности библиотеки VK UI, статическое объявление всех страниц приложения и динамический выбор активный, структура Epic Root View Panel Model. Можно взять любую другую библиотеку роутинга, однако ее придется приспосабливать к работе с VK UI, делать ту работу, что уже выполнено в VK Mini Apps Роутер. Наша библиотека позволяет вам легко переключаться между разными видами навигации, что удобно, если вы запускаете продукт и на платформе VK.com, и как самостоятельное приложение. Также она поддерживает средства навигации платформ Веб, iOS и Android. Для подключения библиотеки выполните команду установки, которая указана на слайде. Решите, какой формат адреса вам подходит. Для приложений, запущенных на VK.com, возьмите Create Hash Router или Create Hash Param Router. Они сохраняют путь в хэш-части URL после символа решетки. Хэш-роутер дает более простой и короткий адрес. Хэш-парам-роутер позволяет передавать от платформы мини-приложению не только адрес, но и параметры. Например, UTM-метки. У разных мини-приложений могут быть разные требования. Для отдельно запускаемых приложений больше подойдет Create Browser Router, в котором маршрут указывается как адрес ресурсов в URL. Мы рекомендуем начать с Create Hash Router. В нашем приложении мы создаем его в файле router.ts и сохраняем в переменную. Переменную роутер объявляем с ключевым словом экспорт, чтобы она была доступна и в других исходных файлах. Теперь мы можем настроить маршруты для навигации в нашем приложении. Обратите внимание на структуру. Функции создания роутера принимают массив объектов со свойствами. Pass. Обязательное свойство определяет абсолютный путь, для которого будут выведены указанные компоненты. Может содержать параметры. Обратите внимание на двоеточие во втором объявлении маршрута. Мы их разберем немного позже. View и Panel. Обязательные параметры определяют активные компоненты View и Panel соответственно. Root. Необязательный параметр. Параметр. Используйте, если в структуре вашего приложения есть несколько компонентов Root. Должен быть либо указан, либо пропущен у всех объектов. Tab. Необязательный параметр. Определяет активный компонент Tab. Model. Необязательный параметр. Определяет активный компонент Model Page или Model Card внутри Model Root. Работу с модальными окнами мы рассмотрим на следующем уроке. Стоит отметить, что с помощью нашей библиотеки можно создавать так называемые типизированные маршруты. В них каждая часть пути представлена отдельным объектом. Это удобно тем, что среда разработки будет генерировать подсказки для ввода маршрута. Для краткости мы не будем рассматривать объявления таких маршрутов в курсе. Вы можете узнать о них самостоятельно в документации к библиотеке и в проекте-примере, который включен в библиотеку. Оберните приложение в компонент Router Provider. Это необходимо, чтобы иметь доступ к роутеру во всех вложенных компонентах, то есть открывая доступ ко всем хукам библиотеки. В коде приложения используйте хук UseActiveVKUILocation для определения активных компонентов и передайте их значения в компоненты EpicRootView. Теперь наш роутер полностью работоспособен. Можно использовать его для перехода между страницами нашего приложения. Для этого нам понадобится экземпляр RoadNavigator, который можно получить с помощью хука UseRoadNavigator. Основные методы для навигации. Push показывает новую страницу, позволяет сделать шаг назад к странице до перехода. Replace заменяет в истории перехода текущую страницу новой, к замененной странице нельзя будет вернуться. Back шаг назад по истории переходов. Back to first вернуться к странице, на которую пользователь попал при входе в мини-приложение. Теперь в компоненте, где необходимо сделать переход, получите экземпляр RoadNavigator с помощью хука UseRoadNavigator. Вызовите в коде компонента один из методов перехода или передайте функцию перехода в дочерний компонент. Помимо вызовов RoadNavigator, для перехода можно использовать компонент RouterLink, который создает в верстке ссылку на нужную страницу. Ссылке нужно передать путь перехода через свойство To. Некоторые пути в приложении могут содержать параметры. Например, если мы хотим открыть страницу определенного блюда, мы указываем в пути идентификатор этого блюда. Далее, при отображении панели блюда, мы можем вызвать хук UseParams, чтобы получить значение ID из URL. Передавать параметры можно и после знака вопроса в URL. Чтобы получить или установить эти параметры, вызовите хук UseSearchParams. Это удобно, если нужно передавать параметры от страницы к странице или, например, применить фильтрацию данных без смены страницы. Хук возвращает массив, где первый элемент – это экземпляр URLSearchParams, содержащий текущее значение параметров, а второй – функция для установки нового экземпляра параметров. Работа с библиотекой VK MiniAppsRouter позволяет использовать все преимущества браузера и истории изменения URL. Переход в приложение по прямой ссылке. Пользователь сможет делиться конкретной страницей и ее состоянием, записанным в URLSearchParams, передавая любым способом ее URL, возможность обновить вкладку в браузере и увидеть ту же страницу. Все это работает на платформе VK.com благодаря интеграции библиотеки роутера с библиотекой VK Bridge, которую мы рассмотрим в курсе позднее. Подведем итоги. Мы изучили особенности роутинга в приложениях на VK.UI. Научились подключать и настраивать библиотеку VK MiniAppsRouter. Работать с маршрутами и параметрами пути. Спасибо за внимание. Ждем вас на следующем уроке, где мы изучим особенности работы с модальными окнами.